Небольшой бар в центре Петербурга. Этим вечером здесь, как обычно, дают стендап-шоу. Но в этот раз на сцене эксперимент. Скорее всего, мы вместе с вами испытаем испанский стык. Но, возможно, это будет тотальная вообще юмористическая машина. Это Владос. Он сам себя так называет. По нашей просьбе он читает монолог Аркадия Райкина. Тут вахтешь. Я говорю, что делаете? Мы, типа, вообще в греческом зале. Я говорю, слышь ты, мышь белая. Эй, так тихо замечай. Что ты орешь? Ты мышь белая. Ты здесь каждый день дурака валяешь. Мне завтра на работу идти. Вы понимаете, как изменился мир за эти все года? Изменились одежда и танцы. Песни новые нынче в ходу. Но таким же, как прежде остался добрый зритель в девятом ряду. Конечно, добрый зритель в девятом ряду – это художественный образ. Но кажется, что каждый житель Советского Союза, когда слышал этот текст, говорил Аркадий Исаакович, это я, тот самый, ваш добрый зритель. Только спектакль «Его Величество театр» в Ленинградском театре миниатюр он видел 300 раз. Виктор Голомбевский – один из тех самых добрых и преданных зрителей Аркадия Райкина. Он же – бывший осветитель в его родном театре. Когда не участвовал, не был на сцене, он все равно часто оставался за кулисами. Ставили ему стульчик. Вот здесь он? Да, да. Прямо вот тут, буквально на этом месте. Если актеры чуть-чуть, на его взгляд, затягивали, рычал, щелкал пальцами. То есть подавал им знаки, чтобы… Ну, не то, что давайте, давайте, да? Ну, да. Вдали от шумных и порой чересчур суетливых театральных коридоров, в тишине, как говорят музейщики фонда-хранилищ, хранятся образы, которые воскрешают голоса райкинских персонажей. Лично мне вот так кажется. Недавно юбилей отмечали мой. Столько-то летие деятельности, может, слышали? Панчухов моя фамилия. Ну, раз трещина, два трещина. Это они такие уже поступили? То есть это… Конечно, конечно. Все сделано для того, чтобы эту маску мгновенно заменить. Поэтому это небольшие какие-то приспособления. Здесь это с помощью вот такой вот петли металлической. Ручка такая. А-а-а, то есть это вот так делается? Да. Ее сразу же раз, и можно сбросить? Абсолютно, да. Вот он, когда сбрасывал эту маску, получается, могла появиться вот эта трещина, да? Конечно. От тунеядца до директора пуговичной фабрики. И даже спустя десятилетия в его образах мы узнаем не только нас, сегодняшних, но и ситуации, которые разыгрывал Райкин. Ну, 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 понятно, да. Вот, например, таксисты. Они по-прежнему задают пассажирам слишком много вопросов. Ну, вы откуда вот из, ну, как сказать, Англии? Нет, нет, нет. В Франции там... Нет. Да я местный, местный. Понятно, да. Ну, да, да. И они все так же пытаются неловко шутить. Когда в 50 лет человек начинает заниматься музыкой, у него есть шанс, что первый свой концерт он даст на том свете. Как он это делал? Почему эти тексты именно в его исполнении до сих пор смешны и злободневны? За ответом на эти вопросы отправляюсь туда, где Райкин учился профессии. Хотя тому, что он делал на сцене, разве можно научить? Мы делаем вид, что занимаемся актерским мастерством. Это правильно? Все правильно, да. Маховая 34, театральный вуз, кафедра эстрадного искусства и музыкального театра. Вот они, молодые, подающие надежды, будущие актеры легкого, но такого сложного жанра. Жанра, в котором работал Райкин. Вкус. Списфиски. Списфиски. Я общался с одним театральным критиком, не буду называть фамилию, недавно, я сказал, ну сейчас вот так никто не играет, сказали мне. Так гениально играют только. Правильно, потому что не умеют. Потому что у него есть сверхзадача. Но даже этот ответ вряд ли поможет разгадать тайну феномена артиста Райкина. Артиста, который никогда не позволял себе лукавить перед публикой. Делать что-то в угоду высокопоставленным чиновникам. Он всегда был честен и перед зрителем, и перед самим собой, и в жизни, и на сцене. На ваш взгляд, в чем феномен Аркадия Райкина? Если мы поднимем вот эти записи, то мы также будем смеяться. Господь Бог ему дал талант и сумасшедшая работоспособность. Он гений. Жванецкого где-то в 90-е годы спросили, чтобы он охарактеризовал Райкина в двух словах. Но он гениально ответил. Райкин – это наше будущее. Да, в этом репортаже можно было бы рассказать про счастливую актерскую и непростую человеческую судьбу артиста Райкина. Про то, как ему запрещали выступать. Как пришел в ЦК отстаивать свое право выходить на сцену. И прямо в кабинете чиновника у него случился первый инфаркт. Про то, как его буквально в конце жизни заставили покинуть родной Ленинград. Да много всего было. Но, наверное, это все так и должно остаться за кулисами. В нашем случае за кадром. Потому что, что бы ни происходило в его жизни, главным для Райкина всегда оставался его величество – зритель. «Может, все бы забросить под старостью, На скамейке сидеть бы в саду, Только как же я с вами расстанусь, Добрый зритель в девятом году». Иван Уваров. Кульс города.